Чемпион получит кубок, это ледяной трон. Естественно, он должен достаться Андеду, ну так по-хорошему, по сценарию, по крайней мере, который мне принесли тут. Если вы смотрите в записи, друзья, это последний матч Голда летнего 2019-го, обязательно посмотрите другие матчи. Это просто сумасшедший турнир. Сумасшедший турнир. В финале. Мун, инопланетянин, лучший эльф планеты, по крайней мере, по версии Голда. Голда, 32 года, играл в Старкрафт, семьянин. Фух. На кону у нас где-то 15 тысяч долларов, да? То есть за первое место 30, за второе 15. Уже гарантированно пятнашка как бы есть у Хэпича. А вот он второй игрок, за которым мы будем топить. Это Хэпи, Россия, Андед, скромный Дмитрий Костин, император. Блин, не лагай, прошу, прошу, не лагай. Ох, как же тяжело было Хэпи добраться до сюда. Как же тяжело. Я не имею в виду поездку из Москвы в Китай. Я имею в виду игры против Линов, против Фокусов, противостояние с Тиашем в полуфинале. Лучшие игроки мира на этом голоде, лучшие. Прекрасная система проведения, которая старается свести к минимуму всякий рандом. Две групповые стадии, плей-офф. И вот он финал. Огромное количество болельщиков смотрят за этим всем действом онлайн. Чатику для истории, передаю привет. Пацаны, болеем. Они будут жухать, они будут болеть за императора. Потому что, ну, ну, а за кого еще болеть? Не за Муна же, правильно? Сколько за первое место в рублях? Ну, 30 тысяч долларов можно конвертнуть. Там сколько? 64 в среднем у нас. Ну, и получается, по двалям это, там, миллион девятьсот. Миллион девятьсот. В жухи пошли. Будем болеть. Играть они будут до трех побед. Я волнуюсь, я переживаю, но я так доволен, что такой финал у нас получился замечательный. Китайцы вылетели, кореец остался последний. Американцев, считайте, даже не было никого там. Запись локальная пошла, все в порядке. Друзья, я не смогу читать чат, потому что там творится просто вакханалия. Смайлы в перемешку с сообщениями, это... Но Мун опасный оппонент. Во-первых, он победил 120-го в полуфинале. Победил... Победил не без проблем, конечно. Но... Но что должно настораживать, это что каждая следующая игра Муна была все увереннее, все меньше ошибок он совершал. И... Ну, посмотрим. Так, Ластерфьюж забанил Мун, Тиренас забанил Хэппи. Ага. Хэппич допускал, что там будет какая-то развлекуха с Варден на Тиренасе. Посмотрим. Твистед Мэддус оставили. Нет! Да, и Мун выбрал Твистед Мэддус. Ё-моё! Какая многообещающая серия. Это сигнатурочка. Это фирменная вообще карта Муна. Твистед Мэддус. С его разводами, с его макро. О-о-о-о-о! Ребят, запасайтесь, короче, какими-то успокаивающими, не знаю. Это будет очень, очень напряженная серия. В любом случае, непростая. Мотивация зашкаливает. Буквально за два, за три часа ты можешь заработать приличную сумму просто здесь и сейчас. Трофей, титул, слава, женщины. В общем, ставки как никогда высоки. Поэтому болеем, смотрим, переживаем. Заранее я извиняюсь, если что-то будет не так с комментариями. Потому что, возможно, я перестану себя контролировать в определенный момент. Собрались. Первая карта Эхо Уайлз. Давай хэпич. Хэпич, хэпич. Поехали. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Хэпич. Хэпич. Так. Ну, понятно, что Мун ставит барак, будет крепить лагерь наемников, император застраивается, делает там первые ДК, у него пойдет, естественно, бла-бла-бла. Там козел, посмотрим, что будет дальше. Что мы видели в играх со 120-м? Что Мун часто играет фейериков, что Мун часто недоконтраливает, что Мун очень четко может окружить твоих героев в самой неожиданной ситуации. Арчи из Инвиза, козы, прекрасно блочит, может потерять своего героя, может выкопать Мэйн, нет, это не в этой карте было, не в этой серии, может не починить экспант, короче, он может все. Пошел локалит на разведку через таверну. Не знаю, зачем он зашел вниз, прошел вниз, может быть, чтобы не пересечь, например, с разведкой эльфийской, потому что тебе так и так нужно спускаться именно в сторону барака, то есть ты не теряешь время, если покидаешь свою базу не с запада, а с юга, и Акалит уже на точке. Здесь Арча, Арча встречает Акалита, видит его. Куда? Куда пошел АОФ? Мун не будет крепиться? Да, он побежал сразу на эксп. Не-не-не, он не может в другом месте, он не может сделать в другом месте дерево, если даже изначально пошел в экспант. Скорее всего, Мун просто решил крепить сразу нычку. Так. Хорошо, сетки прекрасные просто для нас. Ловится Арча, ловится Энт. Успеет ли... Дека не успевает Когру. Или успевает, успевает, успевает. Давай, удар! Нет! Нет, не... Поторопился Хэпич, блин, столько Энтов. Ох. И Койл мисс опять, да ладно! Два Кайла мимо. Кипер второй, чтооооо? Минус висп. Ну, типа, чтобы экспант быстро не поставили. Так, начало не очень, друзья, начало не очень. Он выманивает сейчас Мурлоков для того, чтобы сеточки-сеточки покидали по Энтам. Ребята, спокойно, спокойно! Без паники! Так. Хорошо. Еще один висп. Но нет маны на Койл. Еще пара скелетов, но... Так. Да, продолжает пушить. Хорошо разводит виспо. О, фейковый замах был, отлично. Но Мун не ведется. Блин, Мун непросто, совсем непросто. Так. Окей, экспанда нет уже, хорошо. Не повезло, чуть-чуть скелет развалился по времени, вы видели? Нет, 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 нет. Мун был очень хороший. Как он сплитит скелета, вы посмотрите. О, сейчас уже нет. Ну, по крайней мере, разведку делают и коцают виспов. Мешают, мешают скелеты. У Муна уже есть деньги на экспант, но он, к сожалению, не мог некоторое время его поставить из-за скелета. Да, нычка пошла. Так. Хорошую игру там предлагает Сокол в чате, кипа бинго, по фразам, которые повторялись у меня. Серьезно? О, где ТП? Можешь зачеркнуть парочку фраз уже. Фу, ибо тоже было уже. Фейк? Блин, какой же Мун... О, Пампфейк, Пампфейк. О, Пампфейк. О, Пампфейк. О, Пампфейк. Да был, конечно, детонейт. Вы что, не видите? Красиво, конечно, Мун отконтроливает. Блин, а вот у него реально он такой нестабильный. Так, пошли перчаточки, второго уровня нет. У Муна все отлично вообще. Нычку не отменили, сильно не захарасили, чуть-чуть только отложили появление этого экспанды. Увидел, что... Да... Это очень хорошая тайминговая разведка, действительно, от Хэппича, потому что увидеть Хантерс Холл и... Нет, увидеть Хантерс Холл, понять, что на Т2 это будут дриады, а не фейрики. То есть Хантерс Холл по такому таймингу не делается под фейриков. Это слишком дорого, и нет смысла в таких ранних грейдах для фейриков. Обычно где-то к лимиту 60 уже подстраивается Хантерс Холл, и... А это прям дриадки. Прям дриадки то, что принесло победу Муну, ну, не в решающую, а в последней игре против 120-го. И опять панды. Я не понимаю, опять же, не могу ответить на этот вопрос, который тоже из чатика, от Кейк пришел. Зачем в такой ситуации нужна панда? Не знаю. То есть в большинстве случаев она не нужна. Так, подходит козел. Опасный момент. Панда забирает свинными парами сейчас экспанд. Экспанд хорошо подрезает. Нет, просто выигрывает время. Койл Нова хорошо добивает. Скролл в забист. Ну, на самом деле, может быть, может быть и зарешает. Но мне кажется, что все равно... Что все равно продаст его Хэппич. Да, потому что грамотный эльф... Ну, это обомы. Да, видимо, получается. Скорее всего, это по-быстрому болезнь. Во-первых, да, Хэппи видел игры против 120-го. Обомы... Мидвегоны в ближайшее время, скорее всего, не будет их. Но самое главное, два Слоттерхауса позволяют тебе и делать тележки, и делать обомов, и сделать еще грейд на болезнь по нормальному таймингу. Потому что если один Слоттерхаус, тебе, особенно если еще идут размены какие-то, там тележки коцаются, и, не дай бог, умирают, тебе приходится их восстанавливать, и времени... Ну, просто на производство обомов нет. Обомы, по сути, прямая контра и к панде, и к дриадам. То есть, конечно, они дриад не убивают из-за кайта. Да, болезнь. Видите, какой приоритет? Мы говорили о том, что 120-й долгое время не делал болезнь. Болезнь вообще топовая штука. Во-первых, ее в позапрошлом патче, или позапозапрошлом патче, сильно достаточно подняли. Не лагай, прошу тебя, прошу, не лагай. Спасибо. Наносится больше урона за тик. Две единички, кажется, вместо единички. И, ну, действует меньше, но типа 90, кажется, секунд вместо 180. Смысл в том, что это очень бесит. У дриадам 400... Блин, вот я уже не помню. 435 хп, что ли. Ну, короче, смысл в том, что им эта болезнь совсем не кстати. Так, хорошо, Гульку спасли. Потому что им лечиться сложно. Так. У Лича 3 когтя, кстати. Внезапно. А Лич чуть ли не самый главный дэмэдж-дилер по козам. Это прям... Это очень страшно для дриад. На самом деле, это очень страшно для дриад. Этот товарищ сразу минус армор вешает. Главное, он рейнджовый. Потому что дриадам самое главное... Ну, они кайтят, не подпускают к себе обомов. И он просто будет... Да ладно. Медведи? Да какие вэгганс? Чего вы заладили про вагоны? Он не будет строить с самого начала мидвэганы. Они появятся разве что ближе к лимиту 60-70. 4 лимита, немобильные. Нафига они им нужны? Императору зачем нужен? Все, больной обом. Уже травит. Плюс 9 когти. Уоу! Плюс 32 урона. Это... Это... Ну, конечно, он типа не получил там амулет или еще какие-то еще вещи. Лич, естественно, уязвим... Уязвим кнюкам всяким, потому что не плотный совсем. Но если он будет стрелять... Если он будет стрелять и жить... То это просто x2 урона базового. У него 20-30 урона. 25-31. И плюс 32. Да, экспанту, хэппиум. Идет отвлекать. 45-49, лимит сопоставимый. Мун еще не успел выйти из лимита. Хорошая тема для... Но там панда 3. Панда 3, и гульки еще пока что есть. Ооо, 3 лич, красиво. Там, смотрите, сколько от виспа отъедается. Просто 2 трети хп. Оооо, неужели императору стало вести на... На... На артефакты. Прям куски от героев отлетают после выстрела леча. Пффф. Минус арча. Император контролит. Император очень агрессивен. Он понимает, что противника пока мало. Можно, кстати, попробовать нюкануть панду. Оооо, как он... Пшшш, такое количество... Вообще панда рискует. Да, эта атака как бы неулыновая на самом деле. Мун вообще очень странно себя вел, потому что он не выходил из лимита долгое время. Не ожидал он, что император придет. Минус шахта? Только первая гулька сейчас умерла. Только первая гулька. Еще минус панда. Ой, в смысле панды. Да. Да, и сумасшедший контроль еще не забывайте. Не просто лич жесткий, это хэппи. Ха-ха-ха-ха-ха. Там такие куски от арчей. Он с четырех ударов убивает арчу этот лич. Медведь. Вы... Вы смотрите, что он делает. Выстрел. Причем Мун понимает, что там нычка. Он понимает, что как бы время-то вообще не на него. Что у него должна быть сейчас база рабочая. Что он должен планировать эту атаку на вражеский экспанд. А что происходит вообще? Что происходит? Лич. Так, перегруппировывается хэппич. Новые обломы, новые тележки. Да лимит уже 60-60. Причем у нас-то база работает, у нас уже есть деньги, а там еще шахты будут прикапываться минуту. Это... Я ничего не говорю, не забегая вперед, ничего не говорю. Я просто смотрю, что происходит. Гиппосы... Гиппосы клюют, но довольно быстро умирают от... Ну, должны отлетать, короче, они подальше. Лича нужно лечить. Лича, 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 лича. А, у него инвул, все нормально. Все хорошо. Да, инвул вынужден сделать. Арчи из всех съел. Лечение. Койл влеча, койл влеча. Койл влеча. А, в магазин за свитком, в магазин за свитком. Еще подлечить бы Дестройера. Дестройер доконтроливает, не доконтроливает Хэппи Дестройера. Так. А, бомба лечит. Ну, какой ценой этого второго Дестройера пытается убить Мун? Да, ну там... Хотя там медведей довольно много. 47,57. Да вообще, Хэппи плохо здесь посражался, нет? Что происходит? Тинкер третьим. У Хэппи? Тинкер? А-а-а-а... Что? Что? Ладно, хорошо. Все больные. Лич терпит. Нет, нет маны, нет маны, нет маны, нет маны! Что? Тихо! Да, да, Хэппич, не надо, Хэппич. Все нормально еще, есть экспант. Телепортируется. Выкупили Ча, выкупили Ча под конец. Выкупили Ча, молодец. Все, ушел. Быстро, восстанавливай ману, иди. Блин, тут еще, тут еще энты на экспандит. Не-не-не, Мун непросто, совсем непросто. Быстро, 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 быстро бежать. Тут сейчас еще база... Да как так получилось-то, е-мое? Мун как-то... Но тут все битое на самом деле у Муна. Тут отбиться... Можно отбиться. Можно и нужно отбиваться. Так. Что там у нас? ДК османы, хорошо. Можно нюкануть, попробовать героя. Шахту пытается убить Мун. Ты офигел, что ли? Какая шахта? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Нюкать срочно героя. Или кого? Или панду. Кого? Чини, чини. Панда... Шахта не выдерживает. Нет. Нет. Телепортируйте. Кого-нибудь... Забери еще. Забери медведя. Кого-нибудь еще. Побольше. Ну побольше. Набей медведя-то, е-мое СТ. Да как так-то? Блин, я не знаю, как... Давайте я чашку с кофе сначала отодвину, потому что я могу сбить ее просто. 4-4-3-3-1. Герой у него лучше. У него экспант стоит. У него лимита больше. Блин. Тут риджовы. Восстанавливается довольно быстро. Тинкер второй. Что там по артефактам? Надо зигурат грейдить на экспанде. Срочно. Срочно зигурат грейдить. Уже есть нерубка. Восстанавливаем шаг. Как-то... Е-мое, 53, 70 лимита. Очень плохо. Очень плохо. Я не знаю, как здесь отбиться, друзья. Телепорта нет. Все достаточно битые. Не, ну а как тут? Блин, там еще гиппогрифов 5 штук. Дестройеры не... Ну, Дестройеры не справятся с этой темой. Я не знаю, как... Как... Пошла факта. Мун нападает. Пошла факта. Зигурат начинает сразу атаковать. Гиппосы начинают... Начинают склевывать быстро, а Дестройерам криты от Панды идут. Козла пытается убить этой хорошей... Да! Там у него был ТП. Козел падает. Хорошо. Единственная возможность, за которую можно было зацепиться, Хэппи... Хэппи цепляется за нее. У Панды есть Инвул. Панду можно не отпустить. Панду можно развести на Инвул и преследовать ее. ДК очень битый. ДК еле-еле убегает наверх. Блин, Панда... Нет, ДКу. Да контроль. Да контроль ДКу. Инвул на ДКе. Регенит кое-как. Тинкер же скорее всего умрет. Панда телепортируется домой. Тинкер скорее всего умирает. Нет, он на 16 хитах убегает. Какой валидо. И остается вся эльфийская армия без героев. А мы тут кое-как отковыриваемся. Четвертый ДК. Лича... Лича бьют. Койл наличали. Ну, Лич пулеметит. Съедает. Новый кидает. Медведи! Откидывается! Прекрасно. 40 лимита на 60. Нас по-прежнему значительно меньше. Но козла-то нет. Козла-то нет. И панда нет. Тоже рядом козла. Выкупили козел. Возвращается назад. Свиток прекрасный. Блин, от козла. Что же делать? Что же, блин, делать? Пытается откайтить это все. Хепич, блин. Надо кайлить. Надо кайлить Лича. Личом отковыриваться. Пытаться как-то отбиться от медведя. Новый, отлично. На двух медведей. Медведи очень битые. Став на одного панда. Возвращается уже с полной маной. Да ладно. 50 лимита на 67. Абом, конечно, больной. Но он умрет в этом окружении. Еще один Абом тоже под... Под это самое... Ё-моё. Как же сложно. Как же сложно. 51 лимит у Хепича. К сожалению. Телепортируется. Отсюда Мун. Теряет еще на телепорте одну дрядку. И что у нас по экспанду? Живы? Живы? Не живы? Акалиты? Покажите. Есть! Дышка! Зигурат здесь поставит... Нет, Зигурат, блин. У нас так 80 лимита. Короче, можно отковыряться. Еще можно! Сейчас экспант работает. Какое-то время нам Мун дает. 70 лимита на 47. Вы издеваетесь. Инвул может перекупить сейчас по-быстрому в магазине. И сделать ставку как раз на Нюке и на Фокусе. Перекупает Инвул. Хорошо. Что у нас тут дома? Работают два Слутерхауса. Митвегана. Ну фиг знает. Блин, против четвертой, почти пятой панды сейчас строит Митвегану. Ну зачем? Я не понимаю. Ладно, Императору виднее. Императору виднее. Тинкер почти третий, но второй факты нет, к сожалению. Мун уже идет. У него 72 лимита на 47. Блин, где же лимит? Надо хотя бы дозаказаться нормально. 49 лимита. Мы сильно отстаем по лимиту. Да, там 10 лимита просто летает в воздухе. Никчемные. Да, можно попробовать нюкануть вражеского героя. Инвул все-таки у него есть у козла. Может быть был, может быть появился новый. Я не знаю. Так, так, так. 55 лимита на 72. Тележки. Производство идет. И главное, что еще здесь нерубка есть. Это... Это... Гарги? Зачем? Да не убьют они никак. Зачем? Ладно, неважно, короче. Не нам судить. Новый влетает зачем-то в гипосов. Опять Деструер там заклевывается практически в считанные секунды гиппогрифами. Да, минус-минус Дестер. Панда с маной. Лич прикопан. Гарга прилетает. Ее съедает сразу Лич. Нова нужна. А Бомы еле-еле держатся. Панда очень битая. Койл-нова панда, койл-нова панда, койл-нова панда, койл-нова панда, койл-нова панда. Как мантру повторяем. Риджуф. И уходит. Прикапывают. Прикапывают. Блин-деку. Он не может делать. Падает еще один А-бом. Что же делать? Свиток. Телепорта нет. Телепорта нет. Но есть инвул у козла. Медведи начинают бить опять шахту. Что? Мун? Что? Серьезно? Вот это интересный поворот. Но он бьет. Бьет шахты. И если Хэпич ничего не сделает, но он... А калиты, конечно, держатся. Калиты стараются. Калиты, правда, умирают. Что делать? Что делать? Койл-нова... Нет, козел, козел! Нет, только не шахта! Шахта падает. И он даже инвул не прожимает. Охренеть. 80 лимит у Муна против 52. Какой же он... Как ему это удается? Как Хэпи удается отбиваться таким вот образом. Но Мун вообще... Как? Там почти пятая панда. Почти пятый козел. Ё-моё. Такой микроконтроль сумасшедший. Я не понимаю. Я не вижу половины просто происходящего. Не успеваю просто. Зачем Гарга? Не знаю, зачем Гарга. Естественно, нужно, да, восстанавливать. Восстанавливать. Может быть, имеет смысл второй зигурат поставить просто на экспанде. Попробовать за счет выше. Потому что реально у Муна нет особо опции, кроме как продолжать давить этот экспанд. Да, сейчас появилось окно. И этим окном... Ну вот именно в этот промежуток времени можно усилить защиту. Пока там шахта восстанавливается, Мун вряд ли придет сюда еще разок. Хотя ему больше делать нечего. Нет, он может получить пятый левел панди на желтой точке. Скорее всего, он это будет делать. Да, он идет уже туда. Он не идет в атаку, потому что есть окно. Пока шахта восстановится. У него есть пара минут до этого момента. Но и у Хэппи тоже есть время, чтобы немножечко хотя бы подготовиться. Тем более, что у Муны и так было 80 лимита. Он, безусловно, усилит свою армию за счет более опытной панды и апгрейдов. Но и у Хэппи появляется немного времени, чтобы отстроиться. У него уже 60 лимита. Ему нужно держать оборону. Ему нужно поднять щиты. Ему нужно на Экспанде просто всеми силами зацепиться за него и не отдать ни в коем случае. Но тут только одна обитая нерубка и достраивающиеся нычки. Я не знаю, как выстоять здесь. Я не знаю, как здесь выстоять. Амун уже пойдет сейчас в атаку. Больше делать нечего. Новые Абумы выходят. Причем они проигрывают сильно по апгрейдам. 1-0. Гарга. Одна. Одна Гарга. 5-5 героя у Эльфа. 4 на половину 5. Почти 3. Чуть-чуть, блин, не хватает Экспы Хэппи, на самом деле. Вот третий Тинкер уже было бы хорошо. Ё-моё. Да, там часть лимита все еще летает. Хэппи сосредотачивает весь лимит на земле. Но! Если у тебя не будет воздуха, не будет Дестроера, это значит, что и винные пары, и самое главное, кипер со своей прикопкой, со своими энтами очень сильно может повлиять на исход битвы. Мун идет вперед. Хэппи должен держаться. 70 лимита. Тихо, 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 тихо. Тихо. Новый, новый кидай в стэк, в стэк гиппосов. Факта пошла. Собрались, друзья, собрались. Как же я волнуюсь, блин. Три, третий, третий энты. Не лезь, не лезь, не лезь. Под нерубкой, только под нерубкой. Хорошо сплитит гиппосов. Но собирает в куче. Нова. Дранкенхейс очень хороший. Лич прям в медведях. Лич прям в медведях. Отводит их император. Но, блин, гиппосы все еще живые. Прикопка. Козла начинают бить, но у него и инвул, и хилка. Гиппогрифы грызут. Дестройеров падает один. Падает второй. Ой, дестройеров нет. Дестройеров нет. 60 лимита на 80. Абомы стараются держаться. Панда дышит. Панда закидывает винные пары. Очень битые Абомы. Наполовину пятый лич. Все еще. Козла, козла пытаются забрать. Койл в Абома. Прикопка. Все это работает очень хорошо. Панда мега битая, но у нее мана есть. Она почти шестая. Блин, панда почти шестая. Какой инвул. Прекрасный ловит. Третий, третий тинкер, правда. Можно попробовать нюхануть панду, если он не успеет прожать. Нет, он прожимает инвул. Леча, леча, лечи, леча, лечи, леча. Инвул. Хорошо, дыхание мимо. На 50 лимита. На 78. У Муна как будто ничего не умирает. Панду можно убить. Нет, стафует панду. Прекрасно, Мун. Как же он работает прекрасно. Пропивает ману. Лечит леча. Хэппич. Есть козел. На козел у козла ТП. Он телепортируется. И опять, кажется, ничего не теряет. Кроме одного-двух медведей несчастных. И все. 42 лимита на 80. Ё-моё, вся армия Хэппи умерла. Вся армия Хэппи. Тут химеры. Тут все. А у нас ничего. Отчаянно пытается отбиваться. Хэппи, блин, но... Вот это да. Да-да-да. Большинство андедов реально бы на какой-нибудь второй-треть атаке бы захлебнулись. И все. И ливнули бы. Хэппи уже переживает четвертую атаку. Блин. Четвертую. Да, ну как переживает. Он все еще в игре, но он, скорее всего, не жив. Потому что, ну, лимит 50. Опять против 80. Герои у эльфа растут по XP. А у тебя медленно-медленно двигаются вперед. Медленно. Снова обомы. Апгрейд на деф. Может быть, отзаводится. Ну, там химеры. Знаете, на зигуратах ты долго не просидишь. Потому что химерки и все. Не-не-не, сейчас как раз то, что нужно. Потому что единственное, что может сделать Хэппич, это посидеть за... Ой, обомы сейчас еще удивятся, увидев химер. Хэппичу нужна разведка, но это последнее, о чем думаешь в такие моменты. Ты думаешь, как бы тебе лучше подготовиться и защититься, а не о том, что делает противник. Жуть. Иллюзия на химеров. Излюбленная фишечка Муна. Вылетает одна химера, их будет четыре. Это психологическая атака в том числе. Два-два грейда. Дриады, медведи, химеры. Третий грейд на армор. Энты идут в атаку на мейн. В императора 64. Огромное количество химер. Одна химера, да. Но у нас тут вообще против химеры ничего нет. Возвращается герой, и тут же атака на мейн. Тут же атака... Ой, на экспант, извините. Пошла факта, видит химер. Ё-моё, какая армия. Факта разваливается сразу, прикопка. Фокусят обомов. По бомбам, конечно, космический дамаг идет. Рык, который тоже нечем контрить. Тоже нечем контрить. Гипосы висят, это ГГ. Лич очень битый, ДК очень битый. Свиток прошел, ГГ пишет хэппи, ливает. 1-0 в пользу Муна. Вот это сумасшедший, конечно, уровень. Удивительно, как Муну удаловалось проводить сражения, при том, что у него был самый разнообразный микс, то есть и Дриады, и Медведи, и Гипосы, то есть были и лоу-хп юниты, не теряя практически никого. То есть он вырезал лимит Андеда два или три раза. Оставалась буквально там пара героев, там пара юнитов, и он спокойно уходил. С краснючими героями, с краснючими юнитами. Умудрялся еще там шахту под шумок ушатать. Вот это уровень. Вот это уровень. Смес сообщает, что суммарно у нас уже около 9 тысяч зрителей на Гудгейме, на Ютубе, на Твиче. Всем большой привет, друзья. Болеем. Болеем, переживаем за Дмитрия Костина, простого стримера, непрофессионального игрока. Эта карта сейчас все перемерется в другую сторону. Спасибо за аналитику очередную, учитывая то, что там впереди еще не Зин и Муновский. Первая карта, как правило, нейтральная. То есть это не то, что черкали, не то, что пикали. У Муна такой арсенал просто по стратегии, по стратегии я. Ну, багаж просто, опыт хороший. И главное, он в определенные моменты как будто просто переключается и в другой режим. И как будто вообще перестает ошибаться. он в сражениях все контролил. То есть у Хэппи была масса потенциальных возможностей убить вражеских героев, но он ловил инвулами, отводил, вовремя телепортировался, прожимал бутылку, все делал четко, реджувил когда надо. А это особенно сложно, учитывая, когда у вас там лимит 80. Чем больше лимит, тем проще лишиться героя, учитывая то, что много всего происходит вокруг, мельтешит перед глазами и требует внимания и контроля. Но разок, вы помните, козлам Мун отдал. Ладно. Ладно, собрались. Интересно, какая будет вторая карта. Три победы необходимы. Игроку, чтобы стать чемпионом. 30 тысяч долларов получит победитель. Это будет крупнейшее в случае победы и достижения Дмитрия Костина. Но после такого старта... Давай, давай, Хэппич. Хэппич, давай. Так, собрались, друзья, собрались. Первая игра, и сразу нас просто макают в высокий уровень, в сумасшедший микро, в интригу, в эмоции. Мун не жалеет. А так и надо. Так нам и надо. Чатик бжухает, переживает, передает энергию. Ну, люди там не смотрят игру. Двое там с Муновской табличкой в телефончике где-то. А, они стрим смотрят. Ну, помашите тогда хоть нам. Пришел на турнир, чтобы посмотреть стрим с этого турнира. Неплохо. Да, в этом как раз и смысл, что, в принципе, Мун может, невзирая на то, что со 120-м на этой карте он играл через две лорницы и через поздний экспант, он может сыграть как угодно. Конечно, Кипер. Тем не менее. Там кто-то помахал. Ну, тогда нормально. Кто-то из Акалитов, кто-то из наших. Показывает Акалита Хэппи, который тоже пошел на разведку от первого лица, причем показывает. Он, кстати, тоже синий. Типичный синевик. Побежал. Такая интрига. Так я переживаю просто за результат. этой серии. Так, сеточка пошла. Акалит начал пилить Арчу. Не хочет подставляться под АОФ, потому что один удар и сразу треть хп сносится. Неприятно. Неприятно. Кольцо, наверное, самый плохой артефакт для козла, который может быть... у него ни здоровья нет, ни желания танковать. Когти хорошо выпадают, но в прошлый раз, видите... И такой классный пуш был на экспант. Я уже думал, что... Но потом на магазе был реально переворотный момент, потому что у тебя там экспант, и после этого размин был вообще плохой. Надо проанализировать, конечно, пересмотреть этот момент на магазине, но там потерь у Хэппича было очень много. Да, плащик и кольцо. Аккалит. Ой, смотрите, как козел уже начинает выманивать нейтралов на шахте. Это прям, прям очень аркадный крепинг. Но, к сожалению, ДК находится очень далеко. Да, возможно. Как же он читает игру? Вот реально, первый раз ушел подальше крепиться, и все, и сразу пошел экспант. Возможно, там Висп контролит подход, и он видел, что ДК не подошел. Ой, почти убил Аккалита. Ой, в смысле, Арчо, Аккалит. Аккалит продолжает. И не докрепился, не докрепился Мун. Правда, Висп уже заметил, что ДК приближается. Пошел Висп, ставится экспант. Куда? А, пошла даже лечиться на фонтане. Он экономит ману. В Мунвейле там есть еще ману на лечении Арчи, но он направляет вот эту третью Арчу для того, чтобы та бесплатно, долго, но бесплатно подлечилась. На полный отхил, кажется, фонтан, там 2% по этому, там, 50 секунд, все. О, это минус... Ну, хотя вот в этот раз уже есть Висп. Замах. Бей, 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 бей. И на этот раз у него есть с эти, с Виспы рядом с шахтой. И Хэппичу не удается скелетами отменить экспант, увы. Так что он покупает персоналочку, конечно же. Арча долечилась уже. Аккалита, наконец-то, добивает. Просто ФТП, респект. Простой, обычный просто парень. Типичный синевик, Аккалит. Он сделал все, что мог. Он жил ради Императора и умер ради Императора. Т3, Слотерхаус, подлак. Лича ждем. Криппинг хороший. Охотится на краба, тем временем Хэппич пытается еще как-то подхарасить эксп, но... Да, Хантерс Холл увидел более поздний, конечно. Да, он заходил на базу, увидел, что это дриадки будут. Мун завтыкал с Хантерс Холлом еще, кстати. Секунд на 20. И панда. Но Мун очень хорошо прокрепился. У него уже третий уровень козла, первый уровень панды. Да ладно. Опять? Будет ли он делать ничку или нет, вопрос. Персоналка сразу же. Это второе... Ой, какой телепорт. От... От второй прикопки так-то просто не уйдешь. Хэппич крепится. Так. Гульки еле живые, уходят с Криппинга вообще, на таких лалах. Император крепится. Ну, повторюсь, по Криппингу. Вообще, у Муна ситуация очень хорошая. Экспант ему не захарасили. Крипится он хорошо. Экспант идет уже на постановочку. Но Хэппич готов к дриадам. Как раз Лоттерхаус, как в прошлый раз, два бомбов идет. Проверяет. Не находит. И тут Висп. Отличная разведка. Новая. Может быть и стоит сейчас попробовать... Попробовать шахту отменить. Четыре, четыре. Если не будет Виспа, близко. Быстро, 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 быстро. Если нет Виспа, то можем забрать. Если нет Виспа, то можем забрать. Не надо панду, не надо панду. Виспа нет, Виспа нет. Нет, не оценивает ситуацию. Император понимает, что не справляется. Сейчас будет утро еще. Минус одна арча, а вторая убегает на чудесах до того, как наступает утром. Пришла первая тележка. Три почти два на 2-1. По героям не хватает второго коила. Дестройер грейдится. Первые дриады готовятся. Опасный момент. Я не знаю, стоит ли сейчас пытаться Хэппичу играть агрессивно. Дальше продолжаете лезть на шахту. Или все-таки... Так, начинается криппинг. Панда забирает магазин. Вместе с энтами козел прикрывает всех остальных. Блин, грамотно, конечно, играет. Там лич уже рядышком. Лич рядышком. А, за арбой я вынужден был вернуться. Я, то есть Хэппи, ассоциирую уже себя с Сандэдом. Купил арбу. Лич пришел. Панда тем временем добила одного из троллей. Подставляется козел. Передали... О, сейчас панда, 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 панда же. А, нет, нет нового, к сожалению. Хорошо. Койл. Ну, фокус очень хороший, на самом деле, на лича. Вообще, нужно на десторе сейчас поднимать уже первого. И вроде у нас есть ресурсы. Да, поднимается первый дестор. Сразу энтов от диспелили. Хорошо. Можно двух арчей забрать еще. Минус энт. Минус арча. И сейчас можно уже на экспант идти. Так, так, спокойно, Миш, не радуйся раньше времени. Пожалуйста, пожалуйста. Да, болезнь делается. Хорошо. Сейчас пока десторе этого контрит не... Ну, кроме Дриат, естественно, но Хэппич не идет на экспант. Серьезно? Берется подкрепа с базы. Может, он ради второго лича или ради артефакта. Скорее всего, ради артефакта. Крипит он такую же точку, как и Мун. Там не показывают, но процесс там идет. Может быть, он не хочет нападать, пока у него обомы не воняют. То есть обомы не вышел и без болезни. Там важные два юнита. Вот он обом вышел и уже с болезнью. Да. Большой инвул, так себе, а там Большой Амулет Маны. Да, седьмой раз уже против Хэппича выпадает Большой инвул. Выманивает Красного Огра, но Хэппи уже не будет сюда идти, проверять не будет. Это вот не факт, что это нужно, я согласен, потому что времени это займет прилично. Да? Нет, надо отводить козла, а ты не получишь третий уровень на этом Большом Командире. Так, панда... Панда Нида получила третий уровень. Отходит. Выпадает когти, кажется. Хэппи пытается снять... Он может успеть! Он может успеть! Телепорт. Не, не успеет. Перегруз... Нет, нет, это персоналка, это фейк! Блин, какой же он псих. Нова пошла. Надо просто убить нычку и стелепортироваться, убить нычку и стелепортироваться. Просто минус виспы и минус нычка. Да, 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 да. Спокойный телепорт. Все, все, телепортируйся уже, телепортируйся. Или будем сражаться. Да ладно, зачем, ну зачем, ну... Ну ладно, с богом. Минус Арча. Пошел фокус. Дрятка сумасшедшим образом отконтроливает Мун. Свитек спасает одну дриадку, которая сзади съедает одну гольку, чтобы не отдать. Лич пулеметит дриад, убивает одну еще. Абомы здесь. Абомы нормально тащит. Три абома, хорошо. 50 лимита на 47. Император. Император покарал и экспант. И не останавливается пока что на достигнутом. Тир третий у Муна. Не расслабляемся, не расслабляемся еще. Вообще только самое начало, друзья, самое начало. Хэппич ведет, тем не менее, сразу на мейн уже. С богом. Магазин подставляется. Очень важное строение. Крайне важное строение. Панда... Они... Практически никого не убил Мун в прошлом сражении. Диспелл отличный на энтов. Став не покупает. Так, хорошо. Да, да, мана есть. И на койлы, и на новую. И абомы... Абомы дикие. Лечение работает. Мун... Что, вразмен пошел? Дриадами... Не-не-не, так не работает. Слушай, не работает. Двум Дриадам лечиться негде. Видите болезнь, как довела их? Третий Лич. Третий Лич. Можно панду уже нюкать потихонечку. Отстреливает очень хорошо Лич. Дриад. Вот Дестроера нечем контрить. Все. И... И понеслась. О-ху-ху-ху-ху. Ой, начинается сумасшедший контроль. Да вы что? Как же... Какой же он псих? Начинает лечиться... Да, но в это время на Мэйне у него падает первый Мунвел. Падает второй. Зря отвлекся Мун на самом деле на эту... На этот Минтвегон. Это... Это... Это зря. Мун хочет отлечиться, стелепортироваться и дать бой. Потому что у него все красно. Ему негде лечиться. Но время-то идет, он уже тратит третий Мунвелл, у него уже соплай-блок 50 на 30, единственный шанс после телепорта дать такой бой хэппи, что он просто не отступит и все, но... Да ладно, он еще, он не телепортируется, о чем думает, а, третья панда, вот о ней, наверное, он думает, надо телепортироваться, ну покажите мейн, там телепорт, скорее всего, блин, да, телепорт пошел, перегруппировается, О, какой телепорт, козел в куче, можно было в козла начать сразу заливать, все сразу заболели, молниеносно, моментально, свиток отличный, койл отличный на Дестройера, надо завести его направо, ну заведи, он залез, уже поздно, блин, падает Дестройер, возможно, следует поднимать еще одного, левел ап, четвертый ДК, панда битая, инволу нет, ГГ, один-один, один-один, ё-моё, Собака, доллар, циркумфлекс, собака, доллар, циркумфлекс Так, так, китайцы, вот смотрите, как разминаются, шею один размял, очки снял, кто такой Тед, плакат у человека? Не тот вопрос, который нужно сдавать императору Спокойно, ребят, давайте пока отложим празднование Мун озадачен, брови сдвинул Не стоит недооценивать, по первой игре мы видели, каким-то невероятным образом он давал сражения, просто сумасшедшие Все спасал, никого не терял, подряд, причем в огромных лимитах, поэтому Один-один, интрига максимально Максимально В общем, на 2-2, не дай бог, 2-2, я не выдержу, я не выдержу Я слишком стар для этого всего Дмитрий Костин Он говорил, что хорошо будет, если я выйду из группы Потому что у него был лин Хорошо, если я вот попаду в число восьми лучших игроков Минус лин Минус фокус Минус тиаш Лалает Топовые Топовые Игроки И остался последний, финальный босс Инопланетянин У которого стаж профессионального варкрафта, старкрафта Это полтора десятка Ну хотя нет, давайте возьмем все-таки Когда первый чемпионат ми Подождите, Мун же в 2004 век выиграл первый чемпионат мира Свой То есть, представляете 15 лет Ну ладно, выкинем год армии Он же вроде в армии ходил Но все это время, так или иначе Он был либо проигроком в варкрафте Либо проигроком во втором старкрафте Ну и сейчас вот вернулся в третий варик Там же такая махина просто по опыту По скиллу Далее ссылочку на На Муна А, сразу после релиза ТФТ А, два года в армии он провел Лисориус кинул опять ссылочку на Яндекс Диск С эмоциями Муна Хорошая заставка для хэпи для канала Прекрасно Так, давайте чатик с Твича Потому что из-за повышенной активности может Аффектить трансляцию 4000 зрителей на ГГ На Ютубе еще больше У нас любители варкрафта Больше, причем уже значительно больше Чем На англоязычной трансляции Единственной англоязычной трансляции Какая поддержка Сколько болельщиков И все за хэпи Ну, кроме там 10% диссидентов Несмотря на все уважение Я повторюсь, Муна вообще Великим игроком считаю Потому что он столько всего Привнес в варкрафт Столько всего поизобретал И много всего он выигрывал У него хуже всего на ВЦГ получалось Но тем не менее Так или иначе Он в ВЦГ Второе место точно одно занял Занял Ну так, огромное количество Азиатских турниров Сколько Муна таких кубков Он ни разу голд не выиграл Аве императору Аве Болеем 1-1 У Муна такой взгляд Вообще тяжелый, злой Сейчас Амазония Третья карта Нервы на пределе Я хочу смотреть Я не хочу переживать Но это невозможно Поехали Пошли в жухи традиционные Пацаны из чатика Передают энергию императору Пытаются По крайней мере выражают Выражают это Сумасшедшая энергия Из мониторов Льется Сочится Опять это шутка Про заряжайте там чаи Что хотите Мобильные телефоны Потому что уровень игры Прекрасный Исполнение на высоте Мотивация максимальная Блин, я же еще 250 баксов На хэппи поставил Давай, давай Конечно, кипер Конечно, кипер Традиционная Ранняя разведка Ирана Харас Он пошел тоже на разведку Но они разминулись С Акалитом Барак стоит достаточно далеко Но Акалит, судя по всему Не, не будет выманивать Заходил, посмотрел Но не решился Возможно, будет какой-то блок Или еще что-то Я уж не знаю То есть можно спровоцировать Мага на себя Кинуть Лайтнинг щилд Провоцирует Да, но кипер тратит время И все-таки убивает Акалит Акалит пытается отойти Вроде отходит даже Нормально Ага И ДК пошел тоже Крипиться, судя по всему Начинает с Койла Ох, хорошая тема Два юнита рядом И Хэппи демонстрирует Что он тоже Может Может эффективно обузить И Койл, кстати, провоцирует Крипов, получается Он видит юнита В окружении двух Других юнитов Это провоцирует На Лайтнинг щилд Который наносит Хороший урон И даже несмотря на то Что ты пришел сюда Крипит с одним героем И двумя гулями Ты зачищаешь точку Практически так же быстро Как и эльф Красиво Красиво Кольцо В отличие от Козла ДК, конечно, кольцо Очень заходит Потому что у него Большое количество жизни Именно ДК Вытанковывает Большую часть физического урона И он, по сути, основа Основа армии Андедов Ни в коем случае Его нельзя терять Добивает, к сожалению, козел Козел Акалита Хэппич Рядышком Три скелета Бегают рядом Он, скорее всего, будет играть Через Через Экс Ну, именно будет ставить Где-то в районе Лагеря наемников Ой, в смысле Мастерской гоблинов Извините Второй Зигурат Хорошая разведочка Видите, скелетом проверил Как раз место Где обычным Эльфы на этой карте Ставят Экспанд Но Мун пока Не выращивает Это дерево Хотя у него По таймингу Оно вот-вот-вот Сейчас должно появиться Да, был висп Висп справа Да Возможно, даже Он подходил И спалился на скелете Но я не знаю Видел ли это Хэпич или нет По-хорошему Нужно было обходить И бежать сразу В сторону Экспанда Да, это сложно Да, Мун этого ждет Но даже Какая-то возможность Замедлить Замедлить Экспанд Врага Она нам нужна Да Смотрит Хороший криппинг Командир сектоидов С котом Я вижу Смотрит трансляцию Погладь кота Так, здесь Энты Выполняют свою роль Вытанковывают Хорошо Прикрывают арчи Криппинг идет И все ближе и ближе Козел к третьему уровню Плохо Так Старается Хэпич Не давать ему Совсем Экспы Ай-яй-яй Одного скелета отдаст В это время Правда, крепинг продолжается От Муну Посмотрите, как он подрезает Еще нейтралов справа Сейчас третий уровень Должен быть Хэппи Даже если он читает Это он не успевает Хотя, может, и успеет Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Может, успеет Нет Не Не забежал Хэппич туда Может быть, это было и опасно В принципе Не знаю Да Он быстро течется Еще лечение заказал Олень не убил Ради скелетов Кипр третий И надо было сюда добегать Видимо И пытаться Пытаться Куэл закидывать Хотя бы в одного троля Чтобы третьего уровня У Кипра не было плохо Начало не очень хорошее Потому что мы Экспант опять же Не нахарасили Юнитов не наубивали Козлу Ага И пошли феррики Гиппогрифы Оооо Ооо Демон Хантер Прекрасный Мы помним, да? Как со 120 Какой неприятный Лайтинг Щилд Отступает Император От этого Разбойника Чтобы не получать урон Тем более, что ты рейнджовый Подрезал Плюс 6 Инты Кипер будет крепить Естественно Экспант сейчас Что будет делать Император? Он делает разведку Он знает, где находится Кипер Крипджекать Далековато для Крипджека К сожалению Далековато Крипит этих Кобальдов Неподалеку у себя Скелет Домогался от Дарчи Но Прикрыли Подруги И Скелета убили Опасный Кобальд Потому что он Со своим Башем Так Лич подходит Да, задрал Как этот Кобальд Да, видел он точно эти игры Но не факт, что он готов Именно к Димке На этой карте Чуть дерево Опять не добило Этого Троля Стоимость этой серии Для победителя Больше миллиона рублей Ну Кубок Почет Я уже говорил Что там Шампанское Титул Козел довольно Опасно Здесь бегает У него половина ХП Понятное дело Что там только первый Койл К сожалению Но от новой И Койла Даже первого Можно Неприятно потерпеть Третья ДК Венец благородства И Довольно агрессивный Криппинг идет сейчас От Ой, можно крипджекнуть Хорошо Хэппи То ли угадывает То ли читает В очередной раз Мысли оппонента Хороший Койл Минус Арча Идет в атаку Что будем? Нова Ища Офигеть Офигеть Ква Ква Гиппогриф подхватил Арчу Это просто Ну Можно синематики По этому поводу делать Понимаете Вот по таким вот моментам Игровым И все Он Ну он тоже Не от мира сего Ладно Собрались Друзья У нас вроде Какой-то пуш идет Два Два финда С сеточками Гульки Надеюсь Что с Фрэнзи уже Подходим Кобальдам Хорошо Мы во-первых Не дали лагерь наемников Закрепить Врагу Во-вторых Ой Арча 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 Да Это Это хорошо Энта подрезали Сейчас еще артефакт возьмем И это плюс 6 Когти Отлично Конечно Причем Лич уже плюс 17 урона у него Сетка только сейчас доделывается Ну хотя тайминг хороший Тайминг хороший 40 лимита у Хэппи Правда против 52 Уже Уже 50 лимита Вы понимаете Пошел Дестройер Первый начинает грызть Сетка уже доделалась Ой Какие 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 виспы Нехорошие Начинается сражение Моноберн Нова Две сетки Пытаются отфокусить Диспл Койл Фокус по гиппогрифам Хэппич хорошо контролит Но мун контролит Тоже великолепно ДК пустой Моноберн на 5 У кипера есть еще Где-то 120 маны Но Дестройера нечем контрить С бараком нельзя сражаться Блин Перегруппироваться бы Третий гиппорайдер падает Лимиты сравниваются Лимиты сравниваются Две гули на чудесах Отконтроливает император В такой ситуации Такой микроконтроль Это просто бомба Я Да-да-да Реально Никто на этих гулей Ну потому что Слишком много внимания нужно Их крайне сложно спасти 330 хитов В таком лимите Хрен отконтролишь А он обоих Обеих гулей спас И продолжается сражение Фокусит снова Гиппогриф райдеров Пытается отвести Спасти своего финда И понятное дело Что койлов нет Моноберн на леча Но финды еще работают Сетки кидают Сетка на автокасте Сетка Да я понимаю Да Сейчас падает еще один финн Очень Мало лимита Все равно Хэппича Он подрезает Он получает Четвертый левел Тем не менее Да там Обсидианка еле живая Финт еле живой Вряд ли они выживут Потому что скорость перемещения Но здесь Подходит еще два финда Два финда Это очень хорошо Две сетки Минус два феерика И вопрос Сколько виспов в шахте Достраивает Моноб Какой шустрый Он вытащил Двух-трех виспов И тут же подзаказал их Да почти третий Это понятно Нет Размен для Хэппи Был очень хороший То есть там было Плюс 10 Плюс 12 лимита В этой битве И все равно Даже несмотря на то Что Койл Помните как 120 развалился От Димки Как он развалился Но это еще далеко не конец Далеко не конец Армия совсем какая-то Невнятная сейчас У Каэлит превентивно Потому что понимает Что будет Моноберн Очень Ну короче Два финда Ново в Димку Так Обсидианка прилетела Диспелит Дестройером Дестройер еле-еле живой Очень битый Дим Кстати Очень битый Димка Минус Феррик Третий Лич Третий Лич Как же контролит Император У меня глаза разбегаются И у него пауки разбегаются Как же он контролит Отводит Это все тот же Дестройер Все тот же Дестройер Живой Да Четвертый правда Кипер уже Блин Подходит Новые финды Ловит Дестройер на чудесах Как он контролит Вот можно Диспелить энтов Нет Нет Дестройер Нет Падает Дестройер Надо нового поднимать Срочно Потому что слишком много энтов Уже Или нет Четыре финда Нет Там уже нет смысла Поднимать Дестрой Потому что маны У Кипера нет Кроме трех энтов Там можно Кстати деку Столько у нас маны Семьдесят Он стафает Димку Как же контролит Тоже прекрасно Мун Но Сорок четыре на сорок четыре У нас равный лимит Нычка там работает Нычка работает Время работает не на нас Но У нас четыре три Наполовину пять Размен шикарнейший То есть Как в такой ситуации Ну это великолепный контроль Просто великолепный контроль Это Сумасшедшая скорость Там Внимание должно быть максимальное Каждому юниту Без исключения У тебя каждый юнит Как герой И тележка у тебя Герой И дестройер У тебя герой И каждый финт По имени Ты его просто должен знать И Хэппи так и делает Он спасает все Он старается спасти все Даже Даже Две гули Вот эти вот Иллюзии Иллюзии выпали Хорошо Мун может не оценить ситуацию Так Так Сорок семь пятьдесят Хорошая нова Минус два виспа Третий висп Так Еще один Висп побежал Непонятно куда Есть телепорт Естественно Мун будет сражаться За этот экс Естественно Он телепортируется Он покупает Инвул Бутылка Нет У Муна еще Все нормально Пятьдесят лимитов Конечно Лимита не так много Но у него закупка хорошая Диспл идет На иллюзии Непонятный Непонятный контроль Идет Фокус по По Финду Финда Лечат Фокус по иллюзии Финда Отлично Она отработала Неплохо Как же он сплитит Двойной левела Пятый ДК Четвертый Лич Ё-моё Какой контроль От императора Он фокусит Он кидает сетку Он фокусит Ферриков Отконтроливает Финдов Сумасшедшим образом Вы видите Как они разбегаются В разные стороны Ё-моё Император Кажется никого Еще не потерял Но сейчас Первый Финд Да, первый Финд Падает Мана уже нет Он хотел подблочить Даже ДК И хотел подблочить Этого ДХ Чтобы он не догнал Финда Какой он сумасшедший 38 лимита уже у Муна У нас 47 У нас преимущество в 10 И все еще Продолжает Сплитить Сумасшедшим образом Контролит Хэппи Вы посмотрите Вызывает энтов Диспл, диспл, диспл Тут же на двух энтов слева Кипер еле-еле уходит Ооо 50 лимита на 40 Продолжается унижение Уже-уже унижение Падают последние фэрики 38 лимита Отступает Мун Ёппересете Какой контроль Какой контроль Конечно По словам 120 У Хэппи У него стратегия хуже Чем У Хэппи хуже стратегии Чем из 120 Вот Это естественно сарказм Но контроль у императора Определенно лучше Это вообще без сомнений Как он развалился 120 от Муна Ну там конечно бой Но такого контроля Он не демонстрировал Начинается битва Иллюзии демонхантеров Фокус сразу по По козлу Убили одного фэрика Отконтраливается Финт Отконтраливается сразу Обсидианка Дестройер В это время ловится И фокусится Еще один фэрик И еще один фэрик Какой контроль Мун даже не успевает Их форму превращать Моноберн получает Лич Очень битый ДХ Там есть став Став Ставит на последних хитах Конечно же это Мун Но 50 лимита на 39 Фэрики Ничего сделать не могут Пятый лич уже Пятый лич ГГ 2-1 2-1 Нет Еще одну карту Надо сыграть Дим Рано еще Рано Подожди Подожди Ох Или 2 минуты перерыв Он сказал Ё-моё Какой микроконтроль На самом деле Здесь Эльфу Ну против эльфа Зандеда Ты кроме микроконтроля Ничего противопоставить не можешь То есть Ты приходишь По таймингу С тем лимитом С самым эффективным Лимитом Которым только можешь Прийти В этот момент У тебя уже Приблизительно На 10 лимита меньше То есть это стандарт Уже Уже ничего с этим не сделать Если эльф не ошибался Просто данность Вы приходите с Т3 Вот у вас такие герои У эльфа приблизительно Такие герои У тебя такой лимит У тебя такой лимит И ты уже В роли догоняющего Причем так основательно И каждая Проигранная битва На тебя еще сильнее Сильнее давит Потому что с экспандом Сделать ничего нельзя То есть он работает И Вот каждый размен А тут Хэппи приходит И каждый раз Каждый раз Несмотря на рабочий экспанд Дает такое сражение Что убивает больше У Муна Чем Чем Мун С превосходящим Его лимитом Такие Такой сумасшедший контроль Такой сумасшедший контроль Там начнешь По пальцам загибать Что он делает Пальцев не хватит То есть методично Это тележка Контроль Прокликивание Мана Мана жизни Дестройер Отдельная вообще песня Внимательно за ним следить По КД Кидать диспл На энтов Кидать диспл На прикопку героев Кайлить его Соответственно Тоже По мере необходимости Финды Кидать сетки Возможно на автокасте Возможно вручную Отводить каждого По отдельности Естественно Тоже кайлить Их Лечевкой Понятное дело Кидать нову Доедать Тех юнитов Которых невозможно Спасти Дарк ритуалом Для восстановления маны Для того чтобы Опыт врагу не давать Вызывать естественно Скелетов Их тоже доедать При помощи Дарк ритуала Естественно Ты начинаешь контролить Деку Отдельно И максимальное внимание Вообще так К Деке Потому что Кайлы Потому что Ключевой герой Потому что Не дай бог умрет Не дай бог Его прикопают Отфокусят Будет плохо Еще один палец Уже седьмой Кажется у нас Загибается При этом При всем Бутылки В инвентаре Какие-то предметы Еще А ну и Фокус Финдами По фейрикам Не так много В принципе Хватает Восьми девяти Ну и повторяйте это Повторяйте это Когда вот Кулдаун заканчивается А учитывая то Что кулдаун У способностей Там по От одной До не знаю Девяти секунд Ну то есть Обсидианку Вы должны там Каждую секунду Каждые две Прокликивать Койл Каждые пять секунд У нас летает И вот это все Параллельные Идущие процессы И вы должны В этом всем Настолько хорошо Ориентироваться Что вот все Прям делать Вовремя Фокусить Отводить Лечить Съедать Вызывать Съедать Диспелить Отлетать Прекрасно Прекрасно Нужна практика И талант Одной практики Недостаточно Чтобы контролить На таком уровне Максимальная Сосредоточенность Максимальная Вот прям Вот ты вот В этом процессе В этом потоке Ни на что Не отвлекаешься А, и самое главное Против вас Играет товарищ Который старается Сделать то же самое Что и вы Только лучше Ну то есть Вы не против Какого-то там Компа играете Которому можно Подстроиться Там Такой же рукастый И хитрый Только кореец Это Очень сложно Очень сложно А, ну до заказа еще Да, до заказа Конечно еще Но это Это быстро делается Представляете Ну 300 300 плюс АПМ И вперед Я не знаю Кстати какой актуальный АПМ сейчас у Хэппича Но как вы знаете Контроль Ну только численно Измеряется в АПМ Есть еще и эффективный Если вы посмотрите Как кликает Хэппи У него там Затыкиваний Перебираний Очень мало У него Очень эффективный АПМ Как впрочем У Муна 2-1 2-1 Странная эмоция Застыла на лице У Муна И одна карта Отделяет Императора От победы Помню Помню Смотрел Демки Хэппи 300-350 Угу Сейчас наверное Низины будут Мне кажется 300 Медос будет По крайней мере Мун Может перевернуть Все именно На низинах Это его Фирменная карта Брутал говорит Бо 7 Не Бо 5 Бо 5 В каком аэропорту Встречать Нашего Я думаю Надо у Хандрада Спросить Турнир Повторюсь Это не халява С таким форматом Турнир Это не Я не знаю Просто Что могут Хейтеры Хэппи После этого Говорить Какие аргументы Вообще Использовать Раньше Говорили Что там Он играет Только онлайн Попробует он На лане сыграть Хорошая тема Была подборочка Комментария Что он будет делать Против топового орка Что он будет делать Против лучшего Китайского игрока Он уже Этот чек-лист Заполнил На 70% На 75% То есть Вот он Лан Огромное количество Матчей Он убил Лина Он убил Фокуса Двух сильнейших Орков Ми Ра Между прочим Он убил Лавлиета Ну ладно Хорошо Лавлет очень хорошо На этом турнире выступал Он убил Тиаша Тиаша Причем Это была тоже Не халява Это было Ну хоть и 3-1 Но Вы помните Какая была Классная серия Сори что я сполерю Тем кто пропустил Эти матчи Но Это не везение Ни в коем случае Это не Я не знаю На что вы На что можно списать А Можно сказать Что Андеда имба Послушайте Лина Интервьюшечку Он считает Что Андеда сейчас Где-то на четвертом месте По силе В актуальном патче И что И что Откуда он знает Что это Клоус спот Ну логично Ты такой Знаете Комментатор Там говорит Он Будет Крипить На 9-ти часах С бараком Что И второй Говорит Так он не знает Где хэппи Ресается Им Такая пауза На пару секунд Логично Ну карта 4 респа Что за Что за аналитика Молодец Какой Вжухают Пацаны Вжухают Нет Для нас Это конечно Очень хорошо То есть хэппи Придет Увидит Что нет Нет барака Даже если он Не найдет Этот барак Сразу То Например Направление Выхода кипера Сразу Скажет Что Что и где Так Побежал Кажется Хэппич Прочитал Ууууууууу Причем мест Где можно поставить Барак Большое количество Как же Хэппи читает мысли Я в шоке Он может быть, мог быть Рядом с дефолтной оранжевой точкой Он мог быть на 6 часах Он мог быть рядом с магазином Минимум 3 точки, минимум И все они вполне реальные В общем, это не самое ближнее Да, кстати, верное замечание По алтарю мог понять То есть алтарь, видите, на базе Ставится в северной части Для того, чтобы выбежал герой И быстрее добежал до Экспа Очень верное замечание Вот именно так он и прочитал Нифига себе Какой же все-таки уровень Потратим Койл, чтобы спасти Акалита Опа-па-па-па-па-па Подблочил и спас Акалита Император Или не спас В Хантерс Хоу Акалит живой Прямо на глазах у Кипера Заказывается Т2 Ну вот, сейчас на самом деле Планы Муну уже немножечко Да ладно, второй барак, что ли? Второй барак Второй барак, да Поплыл Мун, поплыл Не, на самом деле Может быть и нет Но скорее всего, да Триндец Это мега-олл-ин Мега-олл-ин Увидеть виспов Увидеть виспов Виспы в обход Видя, где скелет разведывательный Как же грамотно сейчас действует Мун Все или ничего На низинах он решил выбрать Самую агрессивную Акалит идет читать виспов Ё-моё, такая разведка от императора Он допускает И он видит виспов Дааааа Это такой, такой, такой плюс Ему он сейчас так вздохнул Вы видели? Так, все, спокойно Значит, нас будет застраивать Хантрессы, киперы Все нормально Что, какая у нас подстроечка Остаемся на Т2 Никакого Т3 Финды, Слутерхаус Лич И отбиваемся Гулями не даем построить ему протектор На халяву, по крайней мере Пока не выйдут первые хантрессы И отбиваемся Блин Ооо, хорошо Второй склеп Даже так, нифига себе Подстройка какая оказывается Виспы возвращаются назад Возможно, Мун даже попробует Попробует изменить сейчас Свою стратегию Хотя после этого Так сложно вернуться в игру Во-первых, ты откладываешь Диким образом Т2 Во-вторых, ты не делаешь Раннюю нычку Ты делаешь второй барак В конце концов В такой позиции Да, нашел еще второй барак Сейчас, Хепич Да Ты делаешь барак в таком месте Который, ну Который тебе не поможет В криппинге, например То есть, ладно Два барака там Рядышком ставятся Для того, чтобы танковать Постоянно Криппинг Агрессивный Так часто играли Вот, но Мун перестраивается Он не хочет Делать Ну, короче, спалили Все, Мун сразу Отказывается от Олэйна Это грамотно На самом деле Потому что грамотная Подстройка со стороны Андеда И все И это конец А так хотя бы Есть шансы Но Так, во-первых Хепич сейчас проверяет Что в бараке наверху Не делается ничего И он тоже должен был Понять Что что-то не так Да Гарги Ой, я что-то не прочитал Гарг Не, на самом деле Гарги на Ниндзинах Это прекрасная штука Я просто не помню Когда последний раз Император играл В Гарг Наверное, на одном Из челленджей своих Вот Вообще Да, увидел Койл Добил, не добил Блин, я не увидел Добил И книгу прочитал Что? Что? Вообще, что делает Мун? Кажется, поплыл У Муна открылся рот Выпускает пар Перегревается Перегревается организм Да, и арчи особенно важны Потому что первые гарги Они контрятся сейчас Никем, кроме арчей Так 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 И пошел Соответственно, грейд на Т3 Проверяется Тайминг второго тира Надо что-то с экспандом делать Да, гарги полетели Нет, гарги — это классика, конечно На ТМе особенно хороши По нескольким причинам Во-первых, есть острова Во-вторых, часто эльфы Именно на Ниндзинах Играют в Хантрес Хантреса против гарг — это Не самый эффективный, так скажем, юнит В-третьих, карта большая В принципе, гарги окупаются со временем Это такой харас юнит Который Ну, можно с муткой сравнить Блин, да что ж такое, Хэпич? Ты что делаешь? Конечно, ошибка Надо ТП продавать за экспанд А хватит ли у него вообще урона здесь? Мне кажется, он не ушатает экспанд А почему, почему, почему Сейчас Мун ошибся, он мог реально развести сейчас Хотя нет, не хватило бы, наверное, урона А, еще две гарги, хорошо Пытаемся, пытаемся Сколько там прогресс? Ну, тыкните, нормально, успеваем Успеваем Как же разводит классно Мун Ой, в смысле Хэппи, извините Сейчас еще две гарги прилетают, отменяют экспанд Какой-то непонятный код Все, отменяется Эксп Да, отлично Хорошо Не радуемся раньше времени, друзья Не радуемся Нет, нам это не нужно У нас миллион на кону Так Алхимик — это правильный выбор против... Ну, алхимик или панда Алхимик хорош И отличный харас, лорница, можно еще одну отменить Пока что все прекрасно Коты скоро потеряют в эффективности Как же заранее, видите, как он гарг отводит заранее, торчи Ё-моё Вот это да Надо вернуться, наверное, сейчас тремя гаргами, чтобы добить ту лорницу Опасно, опасно Ах, мог, мог рискнуть, но не стал Хорошо, коты у нас отдаются зачем-то на мэне Я не знаю, зачем так Мун делают А что делается справа на карте? Неужели это еще один экспанд у Муна? Не рановато ли он начал вкладываться в экспанды? Нам не показывают, блин Мун просто может сейчас врубить шарманку свою и начать строить на креативе и... Нет, не бешеным микро, потому что бешеный микро только у хэпича Строить по всем углам этой карты базы Нет, это перекопанный барак просто Нет, все отлично Ресурсов у него нет Леса у него нет Он выходит в дриад Экспанда... Не восстанавливается эксп, все хорошо Выходят гульки, тайминговый пуш, ненужный Абсолютно ненужный Против кого, просто непонятно Сейчас бы вторую ауру получить Ну, в смысле, второй уровень и ауру получить хэпичу Не знаю, почему сейчас... Почему сейчас так хэпич делает Он Фрэнди делает Лечится Да-да-да, это понятно Ему нужен второй уровень Но сейчас его могут крипджекнуть, к сожалению Нет, оба крипят магазин Нам это на руку, на самом деле Вот такой криппинг нам нужен Потому что без ауры Действительно, и гарги страдают Гульки еще сильнее страдают Обратите внимание еще Вот у нас в серии такое разнообразие В плане стратегии Стоит с другой стороны И герои были разные, по крайней мере у эльфа И наборы То есть гипосы Гипосы Феррики Хантрески, попытка Улына Дриады, Дриады Медведи Здесь тоже хэпич показывает, что можно... О, сражение, сражение на 44 лимита На 50 Не самый хороший лимит, конечно же Как же контроль это хорошо Но хэпич тоже спасает одну Одну гаргу Но она очень битая Окружает алхимика? Нет, не окружает алхимика Очень битые гульки Очень битые Возвращаются коты Арчи очень битые Обсидианка, конечно Так же... Как же... Какой же контроль? Какой же контроль? Почти третий уровень Свиток от Деки Какой же тайминг прекрасный Ё-моё Спасает еще одну гаргу Обсидианка еле-еле... Не-не, не уходит Третий левел, третий левел Деки 56 Алхимик ловит... Это космос просто Космос Какой же контроль Сумасшедший Гули, смотрите на каких хитах Посмотрите, какие там были Дряды, арчи Отступают по всей карте Это... Невероятно Я перевариваю просто Увиденное Коза... Сейчас там еще будут возвращаться Дрядки, гульки Посмотрите, какие гули Сейчас будут возвращаться Еще битые арчи И там какие-то Еще битые... Хантреска, смотрите Какая-то неживая Еще здесь юнит Дрядку спас Снизу подходят два кота Какой контроль Вот это да Большинство эльфов Отдались бы против Хэппи Вот прям в том... В центре карты Просто бы отдались Потому что юнит за юнитом Там буквально доли секунды На каждого причем На каждого Но они настолько стоят друг другу В плане микро Сумас эти Так, свиток пошел Так, 62 на 50 Первые обомы Экспанда нет Сам ставит экспант Но, видимо, просто Нет смысла сейчас Хэппи Искать один из... Проверять там 6 точек Где может быть экспант Лучше поставить и по самому Если ты уверен в том Что ты немножко впереди Отвратительный артефакт Выпадает императору Ой, да ладно Там подрывники что ли будут Нет, он не стал Не стал за... Слоттерхаус Отменяется Плохо Ну отменяй! Отменил, хорошо Извините Ставится экспант Ставится экспант 50 лимита на 70 Блин, амун-то очень опасен сейчас Да, у него такой шлаковый лимит Но... А, ситка влетает во всех гарг Очень битый лич Аккуратненько Лич ловит... Ловит новый... Койл Очень битый гарги Гарга первая падает А нужно ли здесь сражаться? Не надо здесь сражаться Хэппич Ээээ... ДК без маны Надо телепортироваться Надо телепортироваться прямо сейчас Нет Ну как, 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 как? Я не понимаю Зачем он сражается? Он кого-то убивает 47 на 67 ДК еле живой Выпивает Бутылек Не добивает Опять немножко дриад Чуть-чуть не хватает императора Убивает одну Улетает на... Залез Как же он контролит? Как же он... Как же они контролят? Он потерял две гарги Где-то за все это время Ладно, третья уже Сейчас только что У... У... Упала Ну у тебя же экспант делается Зачем ты здесь сражаешься? Отступи на мейн Да Падает статуя Получает четвертый левел ДК Лича, личи, лича Личит лича Лич третий Лич третий же Или второй? Второй Блин, телепорт И там уже видит экспант Мун Ох Ах И леса нет Случайный Какая игра Еще не все Еще далеко не все Сейчас Мун может отменить экспант Хепичу нужно собраться Хепичу желательно бы за эту базу посражаться Но у него все такое красное Да, да, Кипр пустой Алхимит пустой Можно подрезать эту козочку А будет ли у нас третья Может, Зигурат отстроит здесь Читает Не, не будет Лича третьего Опасный момент Очень опасный момент Да, маны там мало Но у нас герои очень битые Как сражаться вообще? Лимита фактически нет 40 лимита сейчас У Хепича Падает первая гарга Лечит Лича Нова Падает еще одна гарга Да ладно ДК отступает ДК отсюда может не уйти просто Нет 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 Беги, беги родной Ой, сейчас прикопает Прикопает Давай Койл Ееееееееееееееееееее Момент на мумик Красиво Он спасает Спасает своего ДК Убивает вражеского козла Боже мой Это лучший вообще момент! Причем у козла не было выбора, он должен был делать прикопку из-за этой анимации. Там просто доли секунды, там на такого тоненького. Хэппи оценил, понял, что ну никак по-другому, надо рисковать. Ё-п-р-с-э-т-э, вот это контроль! Как быстро он соображает вообще! Я... И он реально может отбиться из-за этого! ДК возвращается, лечит, лечит, может лечить леча, лечит, хорошо, вседянка подходит, дряда уже начинает болеть. Ооооо И у нас экспант работает Офигеть Какой контроль Какое решение Как он этого деку оттуда вывел Пропил ману Понял, что по-другому никак Какаяаа Офигеть Сейчас контратака должна идти от нас На вражеские потенциальные экспанты Которые мы, возможно, еще не знаем Но догадываемся Четвертый ДК, почти четвертый Лич Козочки больные Их лечит Алхимик Да, не будет мне он атаковать Причем из Зигурата, ну хватит, ну хватит Все, сейчас будет контратака Возможно, через Криппинг по пути Но это будет контратака Господи, господи Какие игры, вот это да Вот это Ах Я не знаю, я просто Не понимаю Столько киберспортивных игр Я разные, блин, пробовал И Старкрафт в том числе Долгое время второй Но такие моменты, такой накал Невероятно Невероятно Еще, конечно, не все потеряно у Мун У него все еще есть экспант У него 61 лимит Койлнова в Алхимика Сожрал Ой, дряды врываются в Мидвегона На развороте сейчас сплэшем Давай сплэшем, сплэшем, сплэшем Вот прям туда, вот прям в кучу Ой, как там влетает Все болеют Козел битый Телепортироваться должен киберскор На последних хитах Это вынос мозга Как? Ой, я алхимик Выдыхай, Михаил, выдыхай До конца Он прям до последней тычки До предпоследней тычки живет Такое хладнокровие Это уже не в первый раз Он специально Он знает, какой урон влетает Он прям до конца Чтобы этот Мидвегон отрезать Дрядки пошли развлекать Ну, реально, если там отгрейдить Сейчас спирид Ну, короче, вышки сделать То дрядами очень сложно будет развлечь Да, есть одна Нужно делать вторую Сейчас с Мидвегонами Можно просто прийти на эксп И очень быстро его размочить Оооо Хэпич все прекрасно понимает Он ориентируется в игре превосходно И делает, понимает, что могут быть разводы Делает грейд нас Перед На вышечку эту Телепорт есть Он делает телепорт Это сражение Финальное сражение Телепорт просто сейчас будет От Или будет сражаться Хэпич Просто минус 2 Мидвегона Хотя он сразу же убивает Алхимика Остается только один эльфийский герой С одним инвулом Огромное количество кос 57 на 53 У нас уже больше лимита Прожимает вынужденный инвул Козел Боже, ГГ пишет Молны хэпи Чемпион 3-1 Император Ава император Эмоции Не сдержал Ооо Вот это красавчик Какой же ты молодец Просто стример Чемпион Голда 30 тысяч долларов Всех замочил Всех замочил Лучших орков Лучших альянсовцев Лучших эльфов И взял Фрозен Трон блин лучший игрок мира мира поваркафта вы вдумайтесь вдумайтесь просто мира корея китай слушаем слушаем ты чемпион первый кто выиграл из европы этот титул я не дождал я конечно счастлив просто не могу ничего сказать слишком неожиданный отличное ощущение сасхи привет передаст или нет хорош такие игры прекрасные такие эмоции 3-1 муна финале куда деньги потратишь эмо не нужны деньги да на будущее буду откладывать как обычно а еще 250 баксов я заработал русбрейн гони деньги самые приятные 250 баксов класс пожалуйста не прости нас нерфить что там про баланс про андедов чемпион хэппи чемпион друзья это это великий день в истории варкрафта хэппи чемпион голда столько красивых каток столько эмоций прекрасно а как же привет сасхи я не верю пишет там в чатике товарищ русбрейн перевел а вы император 16к спасибо спасибо русбрейн друзья ну это приходите на канал скиньте пожалуйста ссылочку на канал хэппи чемпион подписывайтесь он вернется надеюсь будет стримить и радовать нас челленджами на этом турнире он заработал больше двух миллионов рублей это безусловно знаменательный день в истории варкрафта потому что лучшие игроки мира мира посмотрите просто на сто двадцатый хэппи мун тиаш и сколько еще топовых игроков не добралось до пьедестала и это не это не халява это результат 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 многолетней работы челленджей и прочего ну вы все видели сами к сожалению праздник заканчивается было приятно провести с вами эти семь-восемь игровых дней спасибо хэппи за то что подарил нам столько классных эмоций спасибо сасхи и другим околитам которые вытащили императора из дома и промотивировали поехать на голд это безусловно было правильное решение приходите на гудгейм естественно с вами был михаил он же майкер пойду поставлю запись заливаться на ютуб я наверное еще до конца дня буду как дурак с улыбкой на лице ходить а еще будет интервью с хэппи давайте не будем отключаться послушаем императора вот вот чего стоит пит лорд со сплэшем такая победа над фокусом я хочу поблагодарить всех кто поддерживал на турнире такой хороший турнир я наконец-то выиграл я из россии я далеко вообще в россии я много локальных турниров выиграл но здесь ну это самый крупный турнир с лучшими игроками со всего мира ооо хорош он сейчас выражением на федю емельяненко был похож класс там еще минус 10к вижен поддержал говорит надо мишу отправлять на голд освещать на месте требует русскую студию освещения на голды ну вообще если в следующий раз хэппи поедет ну или кто-то из наших хорошо тоже подготовится то надо конечно туда выезжать блин 3-1 3-1 причем проигрывает стабильно первую карту а потом вытаскивает проигрывает вытаскивает если вы пропустили кстати матчи а матча было очень много на голде все можете найти на канале на ютубовском можете по вершкам конечно посмотреть клипчики они тоже классные на сайте на гудгейме ой выдыхаем лучший финал вообще лучший результат никакой вообще халявы только борьба борьба микроконтроль правильные решения да я стример я не готовился но он не говорил что не готовился он не готовился специально под игроков то есть это не самый типо не самый лучший способ подготовки страшно предположить что будет если он начнет готовиться если он начнет готовиться ну может быть на самом деле это и лучший формат подготовки для хэппи потому что потому что ну во первых на тебя не так много давления ты превосходишь свои ожидания ожидания тех людей которые за тебя болеют нет нет ненужного ну того мандража который будет может появиться ну если ты начинаешь там играть с гораздо более серьезным настроем ладно неважно это все флут 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 ждем интервью с хэппи слушаем я не верю я смотрю на монитор не верю просто вторая групповая еще так нас плохо началась внимание спойлеры если вы не смотрели обязательно посмотрите сейчас можете выключить звук 0 2 фокусу проигрываем и потом лалайт вот он хэппи слушаем переводим хэппи боже ты мой он здесь хэппи чемпион не могу поверить во первых поздравления и должен повторить я много раз хэппи говорил это было впечатляюще и снова повторяю ты много раз говорил что не ожидал что так получится но получилось почти на каждом турнире на котором ты участвуешь ты выигрываешь но это был чемпионат мира вспомнили там мтв легендарий кап этот тоже выиграл итак на теме было интересно увидеть что ну не в первый раз конечно что редко что эмоции после ну тебя переполняли что о чем ты думал когда играли на тэме или о эмоциях а когда он написал гг в тот момент о чем ты подумал ну и ну я как говорил я не ожидал что побежу да и игры проходили не очень пока он с кипером не накосячил я думал что проиграю эту четвертую карту и потом будет пятая решающая но все разрешилось хорошо для меня очевидно очевидно я могу только представить на сколько сейчас какое облегчение ты испытываешь после всех этих матчей со многими ты сегодня играл лучших эльфов лучших орков хуменов всех победил с кем сложнее всего было с орками наверное да с фокусом каким-нибудь да я думаю фокус но только в первой серии это не зависит от его стиля это просто матчап такой против эльфов нормально против альянса ну во на этом турнире было всего два два хумена меня реально беспокоили остальные нет и только один матчап остался ну матчап по которому ну я не был уверен это против орков по крайней мере ну ментально в первой серии против фокуса было сложнее всего да ты стример ты стример не игрок но сейчас ты побывал на турнире сейчас ты выиграл чемпионат мира этот опыт вообще что-то поменяет нет или будешь играть больше на турнирах или все еще стримы останутся на данный момент ничего не поменялось я отдохну немножко потом то же самое что и раньше повторяемся надо подумать короче а ну короче в ближайшее время вроде турниров не намечаются если появится то буду думать спасибо за то что был да фанатам что можешь сказать сасхи давай привет обещал же говорят спасибо что смотрели болели наслаждались турниром забыл блин передал бы привет нам на гудгейме хапач ну ё-моё подписывайтесь сказал бы по-русски что-нибудь все равно красавчик мы ему все простим по-русски он вообще такой по-хорошему ненормальный вы посмотрите страшный человек класс спасибо back to work за трансляцию я тоже с вами прощаюсь друзья спасибо за то что смотрели спасибо за то что болели переходите на гудгейм потому что это наше все подписывайтесь на канал императора чтобы не пропускать его трансляции и мы ждем Дмитрия Костина чемпионом надеюсь его там не затащат сумасшедшие китайские фанатки и выпустят все таки из страны аааа не хочу прощаться ладно пока пока а если вы пропустили записи появится на ютубовском канале совсем-совсем скоро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok